Наука отвергает Бога. Знаем ли мы, как мы появились? Наука отвергает Бога. Подавляющее большинство людей утверждает, что да. Почему? Это просто. Наука основана на научных доказательствах, в то время как требуется вера в Бога. Вера не относится к науке. Она эфирная, нематериальная. Существуют такие, что пойдут дальше и будут утверждать, что Бога нет, потому что... Это научно доказано. Но так ли это? Что мы знаем о нашем происхождении? Неужели на сегодняшний день мы действительно знаем, как появилась Вселенная? Мы уверены в том, откуда взялась жизнь? Знаем ли мы наше происхождение? Только наука может дать нам верные ответы на эти вопросы. Но хотя это кажется не так, обнаружить это не так-то просто. Много неточностей. Мнения смешаны с наукой. Идеология продана, как наука. Много путаницы. Существуют исследования, которые показывают, что на сегодняшний день существует много плохой науки. И что большинство из трёх миллионов научных исследований, ежегодно публикуемых в мире, не имеют научной значимости. Тем не менее, посреди всего этого шума можно узнать, какой ответ наука даёт этому трансцендентному вопросу. Чему или кому мы обязаны своим существованием? Если мы серьёзно относимся к своей собственной жизни, важно иметь ответ на этот вопрос. Откуда мы взялись? Кто не знает, откуда он, не знает, куда он идёт. Тот, кто теряет своё происхождение, теряет свою личность. На самом деле, знание научной истины – это нечто простое. Просто послушайте, что говорят учёные. Никаких помех. И после прослушивания каждый делает свои выводы. Всё, что мы знаем о нашем происхождении, научно доказано. Вселенная и сингулярность. Нам говорят, что Вселенная произошла от начального взрыва под названием Большой Взрыв, который сформировал текущие планеты и все созвездия. Но это научно доказано. Научили нас, хотя мало кто помнит, что Луна возникла 4533 миллиона лет назад. В результате столкновения между Молодой Землёй и планетой размером с Марс, называемой Тея. Эта планета, столкнувшись жестоко с Землёй, отколола несколько кусков, которые разлетелись и в итоге сформировали Луну в течение определенного периода времени, который проходит между одним и ста годами после удара. Эта теория известна как теория Большого Воздействия. Некоторые художники пытались воспроизвести. Другая версия из Википедии. Ещё одно произведение искусства из престижного журнала «Природа». Но разумно ли думать, что Луна со всей своей красотой и сферическим совершенством и со своими сложными циклами могла произойти из-за большого случайного воздействия? Луна. Луна находится на точном расстоянии от Земли, чтобы влиять на океанские течения и формировать приливы и многие другие жизненно важные взаимодействия. Вы уже видели полное солнечное затмение? 21 августа 2017 года произошло очень впечатляющее полное солнечное затмение, которое удалось заснять с Земли. Наблюдайте за затмением в реальном времени. Случайность? О зарождении жизни. Говорят, что жизнь исходит из молекул на основе углерода, которые изначально были в виде жидкости, называемой первичным бульоном. Первичный бульон. Этот бульон, получив какую-то энергию, постепенно через миллионы и миллионы лет сформировал гипотетическое первое живое существо, называемое Лука. Лука – последний универсальный общий предок, от которого произошли все живые существа на планете Земля. Это научно доказано? Существует также консенсус в отношении того, что в течение других миллионов лет рыбы, земноводные и рептилии были сформированы путем эволюции. И, наконец, птицы и млекопитающие. Млекопитающие продолжали развиваться в предковую общую обезьяну, из которой мы и произошли, как и шимпанзе, гориллы и другие. Знаменитый образ, который мы видели с самого детства, показывает нам, как через разные гуманоиды мы, наконец, произошли. И утверждают, что со временем мы будем продолжать проходить эволюцию, не зная очень хорошо, до какой точки. Все это то, чему мы учились в школе. И еще немного. Вот почему мы мало знаем. Кроме тех, кто изучал или изучает университетские исследования в области науки, которые, безусловно, знают что-то еще. Но все это научно доказано. Это будет продолжаться. Редактор субтитров А.Семкин